Добро пожаловать в библейскую субботнюю школу Центра Духовного Просвещения. В этом квартале мы изучаем тему «Управляющие Господа». Сегодня третий урок. Он называется «Заповедь о Десятине». В Библии о Десятине сказано довольно много. У нас не будет сегодня времени, чтобы охватить все отрывки. Я надеюсь с Божьей помощью рассмотреть основополагающие вопросы. Но хочу сразу пригласить всех, кто хотел бы изучить вопрос детальнее, просмотреть цикл проповедей «Кристос и Десятина» на канале Центра Духовного Просвещения. Ссылка на этот цикл указана в описании видео в качестве части плана этого урока. Итак, первое упоминание в Библии об этой теме. Книга «Бытие», 14 глава, стихи с 17 по 20. «Когда он возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Первый вопрос по этому отрывку. Что Авраам дал Милхиседеку? В синодальном переводе написано «десятую часть». В оригинале, однако, используется особый термин, специфический термин, в подлиннике «маасер». Это слово используется в пятикнижье 17 раз и всегда описывает «десятину», то есть «святыню», нечто, посвящаемое именно Господу, именно священникам, именно на священодействии. Есть термин, который является общим по своей природе. То есть, вот, например, сказать 10%, к примеру, то это термин в подлиннике «асери». Он используется, например, в книге «Исход» в 16 главе в 36 стихе. А Гомор есть десятая часть Ефы. То есть, «асери» – это десятая, 10%, а «маасер» – это именно десятина, именно святыня. То есть, «всякая маасер» – это ассири, но не «всякий ассири» – это маасер. «Всякая ворона» – это птица, но не «всякая птица» – это ворона. Важно подчеркнуть, что в описании того, что Авраам дал Милхиседеку, Моисей использует тот же самый термин, специальный термин, обозначающий ту часть, которую позже получали все представители колена Леви и так далее. То, что названо «святыня Господня». Итак, что Авраам дал Милхиседеку? Не просто отсчитал 10%, а он отдал святыню, он отдал десятину. Следующий важный вопрос. Из чего Авраам дал десятину? 20 стих говорит «из всего». Из всего. Ну что именно? Каков контекст этого всего? Мы смотрим на 21 стих, и там сказано, и сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне имение, а людей возьми себе». Во-первых, имение. Речь идет о том, что Авраам смог отвоевать все имущество захваченное и вернуть его. Итак, «из имения» 10%. Дальше читаем 23 стих, «что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». «Нитки и ремня». То есть речь идет об одежде. Дальше 24 стих. «Кроме того, что съели отроки» и так далее. То есть продукты питания. Вот то, что Авраам приобрел по законам войны, позже это в Библии называется «добыча», оно включало в себя имение, одежду, продукты питания, всякие вещи и так далее. То есть все, что можно было унести из города, что было унесено, он вернул. И из всего, из разного рода прибыли, которая по праву считалась его, ибо он победитель, он из всего этого дал десятину священнику, Бога Всевышнего. Что эта история может означать для новозаветной эпохи? К этой истории священное писание возвращается в апостольских писаниях. В послании евреям, 7 глава, первые 10 стихов. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающихся после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменанию имени царь Правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чесол Авраамовых, но сей непроисходящий от рода их получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Итак, вопрос. Какова природа того, что получил Мелхиседек от Авраама в сравнении с тем, что получали сыны Левия? Ответ. Одинаковая. Как для описания того, что дал Авраам, так и для описания того, что получали представители колена Левия, используется одно и то же слово – десятина. Это одинаковый термин. Более того, в девятом стихе сказано еще яснее. Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Один и тот же термин в рамках одного предложения. То есть для того, чтобы показать превосходство священства по чину Мелхиседека, над священством по чину Аарона, коленом Левия, показывается путешествие десятины. Левий берет десятину и отдает десятину. Один и тот же термин – единая природа. Это очень важный момент, который показывает, что между десятиной Авраама и десятиной, которая позже подробнее описана и регламентирована уже во время существования Скинии, отделения колена Левия на служение Богу и так далее, эти явления единоприродны, они тождественны. Дальше. Здесь говорится в 8 стихе, здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Кто такой, имеющий о себе свидетельство, что он живет, который берет, который получает десятину? Давайте посмотрим на этот отрывок дальше, и мы найдем в стихах с 14 по 17, в 7 главе Посланника Евреям следующие слова. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не предстающей, ибо засвидетельствована. Ты священник во век по чину Мелхиседека». Итак, кто имеет о себе свидетельство, что он живет? «Ибо засвидетельствована ты священник во век по чину Мелхиседека». Господь наш! Об этом идет речь. Чуть ранее в 6 главе Посланники Евреям в 20 стихе написано, «Куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником на век по чину Мелхиседека». Итак, Священное Писание говорит, представители коленолевия брали десятину, они смертны, а Иисус, Господь наш, священник по чину Мелхиседека, Он имеет о себе свидетельство, что Он живет. И те брали десятину, и этот берет десятину. Этот отрывок постулирует, что в новозаветном священстве, в священстве по чину Мелхиседека, священником, первым священником, которого является Иисус Христос, десятина, как способ финансирования, остается. Как это было в эпоху святилища, как это было и до этого во времена Мелхиседека. Теперь давайте посмотрим на путешествии десятины, каким образом было регламентировано использование этой святыни. Книга «Неемия», 10 глава, стихи 28, 29, 37 и 38. Итак, «Неемия», глава 10, стихи 28, 29, 37 и 38. «И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и устава Его, и предписания Его». Сделаем пока паузу в чтении. Итак, чем руководствовались и какие обязательства дал народ? Ответ – поступать по закону Божию, 29 стих, соблюдая и исполняя все заповеди, уставы и так далее. То есть, то, что здесь описано, это формат жизни по целому ряду вопросов, который должен соответствовать Торе Пятикнижью. В частности, это касается и десятины. Давайте читать стихи 37 и 38. «И начатки от молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам». Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Итак, где левиты брали десятину? 37 стих говорит, в городах. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах. Десятина отдавалась по местам. Десятина, святыня Господня, отдавалась левитам там, где народ жил. Давайте уточним. Проверим концовку 37 стиха в иных переводах. В Синодальном сказано, они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. Однако, вот, например, перевод Иосифона говорит, во всех городах, где мы трудимся. В подлиннике используется слово авода, которое переводится как труд, работа, служба. то есть десятины брали, то есть левиты брали десятину во всех городах, где мы трудимся. Это общий термин, описывающий любой труд. Это заработок с любого труда, как и в отношении Авраама мы прочитали десятину от всего. Имение, имущество, одежда, продукты питания и так далее, все, что является прибылью, так и здесь. Левиты будут брать десятину, во всех городах, где мы трудимся, говорит оригинал. Что происходило с десятиной дальше? 38 стих. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего. Как и было установлено, о чем записано в 18 главе книги числа, что левиты из получаемой десятины отдавали тоже десятину сынам Аарона священника. То есть дальше отправлялось 10%. Вот, если коротко, путешествие десятины, где оно начинается, на кого расходуется и чем заканчивается. Продолжаем изучать эту тему и обратим внимание на то, что не только вот в этом отрывке 10 главы книги Неемии, где описывается жизнь по формату закона Божия, но и в других отрывках священного Писания показано, что десятина возвращалась не только от сельского хозяйства, от земледелия и скотоводства, но и от любой прибыли. Например, вторая книга про Липоменон, 31 глава, стихи 5 и 6. Вторая про Липоменон, 31 глава, стихи 5 и 6. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилю множество начатков хлеба, вина и масла и меду и всяких произведений полевых и десятин из всего нанесли множество. Нас здесь на себя обращает внимание фраза «десятин из всего», то есть помимо перечисленного «и десятин из всего». Дальше 6 стих. «И израильтяне и иудеи, живущие по кородам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды груды». Те, кто живет в городах, они, как правило, не могут заниматься земледелием, можно иметь там скотинушку другую, так и сказано, они представили десятины из крупного и мелкого скота, но дальше десятины из пожертвований, в подлиннике дословно десятины из посвященного, то есть помимо того, что было от скота, еще и от иных доходов. То есть мы находим, что в Священном Писании этот вопрос раз за разом проясняется следующим образом. Да, экономика Израиля, в особенности поначалу, была преимущественно аграрной, сельскохозяйственной, с поля, от скота, но помимо этого люди начинали заниматься ремеслами, жили в городах и так далее, и вот везде, где есть прибыль, это все 10% этой прибыли почиталось святыней Господней. Продолжаем изучать вопрос о десятине, базовые, главные данные Священного Писания, и теперь рассмотрим хотя бы обзорно вопрос того, чем занимались вот эти люди, которые получали десятину. Книга числа, 18 глава, 21 стих, числа 18-21. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания. Это эпоха путешествия в пустыне. Книга числа, она традиционно называется Бамидбар, дословно «в пустыне» по первым значимым словам этой книги. То есть это то время, когда еще только народ двигался к земле обетованной, и вот там обязанностью левитов, сынов Левия, колено Левия было совершать служение в Освятилище, так и сказано, сыном Левия за службы, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания. Однако, когда мы продолжаем изучать этот вопрос, чем занималась эта колена, мы находим, что в книге «Второзаконие» в 33 главе в стихах 9 и 10 говорится так. «Который говорит об отце своем и о матери своей, я на них не смотрю и братьев своих не признает и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение перед лицом твоего и всесожжение на жертвенник твой». Интересно отметить, что здесь в книге «Второзаконие», которая была уже дана в конце этого путешествия по пустыне, когда народ должен был уже войти в обетованную землю. Книгу «Второзаконие» исследователи называют «Конституцией Израиля». Потому что там появляется много вопросов, которые связаны непосредственно с жизнью, с оседлой жизнью на обетованной земле. Так вот, тут в описании служения коленолевия в начале говорится о том, что они занимаются обучением, они закон хранят, они были переписчиками, как позже мы узнаем, например, из описания Ездры. «Они учат Израиля законам твоим и потом во вторую очередь полагают курение на жертвенника и так далее. Для того, чтобы составить еще более полную картину о том, как это было, давайте обратимся к иным отрывкам Священного Писания. Вопрос. «Где жила колено Левия?» Книга числа 35 глава стихи 7 и 8. «Всех городов, которые вы должны дать Левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из-за владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее, каждое колено, смотря по уделу, какое получит, должно дать из городов своих Левитам». То есть мы находим, что было 48 городов на всей территории Израиля, где жила колено Левия. Потому что цель, задача обучать народ законом, она должна была осуществляться в рамках всего народа народа Божия. Теперь следующий вопрос. Как часто отдельно взятый Левит и отдельно взятый священник, они фактически занимались церемониалом, то есть служили в святилище? Посмотрим на первую книгу про Липоменон, 24 главу, и прочитаем там стихи 1, 3, потом 18 и 19. И вот распределение сыновей Аароновых, сыновья Аарона Надав, Авиуд, Елизар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и поэтому священствовал Елизар и Ифамар. Третий стих. И распределил их Давид садок и сыновей Елизара и Ахимелеха и сыновей Ифамара поочередно на службу их. Сделаем паузу в чтении. Значит, потомки Аарона первосвященника они служили по очереди. Теперь читаем стихи 18 и 19. 23 Дла и 24 Маазии вот порядок их прислужений их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона Отца их, как заповедал ему Господь Бог Израиль. То есть мы находим, что было 24 священнических череды, и далее в этой же книге описывается 24 левицких череды. Они приходили в храм служить поочередно. То есть в неделе у нас 50 с чем-то, в году у нас 50 с чем-то недель, черед 24, то есть в среднем две недели в году отдельно взятый священник, отдельно взятый левит, фактически занимали церемониалом. В качестве иллюстрации прочитаем из второй книги Паралипоменона 23 стиха, 23 главы, 8 стих, 23-8. И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник. И взяли каждый людей своих приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед. То есть обыкновенно одна череда заканчивала служение, заступала другая и так далее. Но вот в этом случае для того, чтобы обеспечить переход трона к законному владельцу, все, которые должны были уходить и пришедшие, они остались на месте. Итак, когда мы говорим о служении колена левия, то их служение главным образом состояло из просвещения и из обучения народа Слову Божию. С ременеалом отдельно взятый левит и священник в год занимался лишь две недели. Теперь давайте посмотрим на отрывок из апостольских писаний. Первое послание Коринфянам, 9 глава, стихи 13 и 14. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащий жертвенник уберут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Для начала проверим начало 13 стиха в иных переводах. В синодальном сказано, не знаете, что священнодействующие питаются от святилища. Вот как в современном переводе Стерна работающие в храме. Работающие в храме. И здесь есть очень важный нюанс. Дело в том, что слово храма здесь в подлиннике это греческое слово хейрон. И оно описывает дворы храма и внешние пристройки храма. Например, Матфея 21 глава 12 стих. Матфея 21-12 «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков из камьи продающих голубей». Куда вошел Иисус? В какой храм? Мы читали «Он из колена Иудина». Он не имел права входить в восхвятилище совершать служение. Тем более, конечно, туда не пустили бы покупающих именно вщеков и так далее. Это слово хейрон. Оно описывает храмовый комплекс, храмовые дворы и пристройки. Теперь есть другое слово в оригинале. Оно звучит как «наос». Оно используется, например, в Евангелии от Марка в 15 главе в 38 стихе, где написано «И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу». Здесь храм – это наос, и это само здание храма, то есть святое святое святых. Там вот завеса раздралась надвое. Так вот, когда апостол Павел в 13 стихе описывает служителей, 1 Коринфянам 9 глава 13 стих, он говорит «Разве не знаете, что работающие в храме, то есть на дворе, не внутри, не священники, к которым туда только одним был доступ разрешен, а левиты, вот эта фраза работы в освятилище, работы в скине, работы и так далее, она в пятикнижке описывает именно левитов». Итак, апостол Павел говорит «Разве не знаете, что левиты получают свое содержание от святилища?» Дальше, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, служащие жертвеннику это, вне сомнения, непосредственно священники, о чем можно прочесть, например, в книге левит в первой главе в пятом стихе «И заколит тельца пред Господом, сыны же аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, которые у входа скине собрание». К этому допускались только лишь потомки аарона. Итак, апостол Павел говорит «Разве не знаете, что левиты, разве не знаете, как финансируется левит, разве не знаете, как финансируются священники?» Мы знаем, мы только что изучали. Десятина – это способ финансирования коленолевия. И дальше в 14 стихе есть очень важное заявление, которое предваряется следующим вопросом. Каков статус проповедующих Евангелий? Согласно 14 стиху, каков их статус в плане финансов? Павел говорит «Так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования». То есть, как колена левия финансировалась, так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить. Так и в подлиннике хутос таким же образом. То есть, мы находим, что так же, как у колена левия было учреждено для новозаветной эпохи. Мы читали об этом в начале 7-го послания к евреям, теперь в 9-й главе 1-го послания к Коринфянам. Очень интересно по ходу отметить тот факт, что в 6-м стихе написано, 1-й Коринфянам 9-6. «Или один я, пишет Павел, и варнава, не имеем власти не работать». Интересно это заявление тем, что Павел был из колена Вениамина, а варнава из колена левия, он был левит, о чем можно прочесть в Деянии Апостолов 4-й главе 36-м стихе. Но они здесь в одинаковой категории, вне зависимости от колена, вне зависимости от происхождения. Они оба имеют власть жить от благовествования так, как было в эпоху, когда жил и существовал храм. Ну что ж, нам осталось отметить буквально несколько моментов. Это одно высказывание Иисуса. Евангелие от Матфея, 23-я глава, 23-й стих. Матфея 23-23. Написано. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейший в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Итак, как фарисеи подходили к десятине? Ответ «Весьма скрупулезно». В другом отрывке в Евангелии от Луки мы находим слова фарисея «Я даю десятую часть из всего, что приобретаю». Как Иисус оценивал вот такой подход фарисеев к десятине? Ответ очевиден. Он этот подход одобрил. Он говорит в Матфея 23-23 «Сие надлежало делать и того не оставлять». Иисус поддерживал фарисеев в том, что касается их практики в делении десятины. За что же он их критикует, за что порицает? Он говорит «Оставили важнейшие в законе суд, милость и веру, а нужно и то, и то сохранять». То есть слова Иисуса показывают, что есть вопросы основополагающие и десятина к их числу не относится. Но, тем не менее, она также важна. Нужно и то, и другое. Это все, на что у нас было время сегодня. Надеемся на новую встречу с вами через неделю. Благословит вас Господь в исследовании Священного Писания. Продолжение следует...